Здравствуйте! Настал тот самый день, лучший день в неделе. День называется выходной. Здравствуй, Сергей. Привет, Кирилл. По традиции, в выходной день надо радовать своих родных и близких каким-нибудь приятным завтраком. Поэтому мы, собственно, здесь и находимся. Сергей, что сегодня будем готовить? Сегодня приготовим бургер-шеф. Бургер-шеф. То есть, это у нас сегодня будет такой колосов-бургер? Колосов-бургер пусть будет. Отлично. Из чего мы его будем делать? Я смотрю, у нас здесь опять-таки черная булка, бекон, говядина. Все самые вкусные ингредиенты. Вот, друзья, в колосов-бургер всегда самые вкусные ингредиенты. Ну что, по кофе и начнем готовить. Погнали. Да давай просто начнем жарить гамбургер. Нашу котлету. Так. Она приготовлена, фарш приготовлен из чистой говядины, с луком, с чесноком. Вот. Будем его немножко не дожаривать. Ты ешь свое мясо? Сочно, вкусно, классно. Никогда, наверное, не пробовал. Хотя нет, наверное, когда-нибудь котлетки я не дожаривал. И получилось такой. Ну, короче, сегодня ты попробуешь. Можно я разрежу булку, потому что надо же внутрь все вставлять? Давай, давай. Ровно пополам ее режешь. Ровно пополам. Булочку приготовили наши замечательные кондитера. Кстати говоря, мы неспроста выбрали именно гамбургер, именно на завтрак. Потому что вчера, друзья, мы отметили замечательный праздник. Так сказать, самый мужской день в году. 23 февраля. С чем мы, собственно, и поздравляем всех мужчин. Мужики с праздником. Мужчина с праздником. Ну и, слава богу, так получилось, что после 23 февраля у нас оказалось еще и 24. И можно отдыхать, а потом еще и 25. Замечательно. Поэтому я начну обжаривать. Мужчина это лучший завтрак для мужчин. Так, следом мы будем закидывать с тобой котлетку. Котлетку. Все, это я убрал. А вот это нам нужно лопаточкой. Держим. Ух, какой получился у тебя бургер. Котлетка. Вообще, мне кажется, бургер это такое достаточно, ну, простое, наверное, блюдо все-таки. Или нет? Или в нем есть какие-то свои секреты? Сейчас я их расскажу. Давай. Обжаривать мы будем вот так вот все вкусно, аппетитно. Положим сыр. Сразу сверху? Да. Для чего нам это надо? Чтобы он сразу подтаял? А он нас сейчас сразу подтает. Сейчас будет еще интересный момент. Положим побольше сыра. Я люблю сыр. И я люблю сыр. Так, мы будем использовать горелочку. О-хо-хо-хо! Для чего? Мы льем 9-ти процентный уксус, чтобы такую некую кислинку все это дало. Вот это все дело жарим. Ха-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Если вы сомневались, что это чисто мужской завтрак, отмотайте на пару секунд назад и посмотрите, как это было. Что делаем дальше? Нам надо сделать яйцо. Я так понимаю, мы его должны просто пожарить на сковороде. Да, мы его обжарим с двух сторон. Сделаем это через колечко, так как у нас все круглое. Пусть у нас яйцо тоже будет круглое. Можно мне сальто сажарить? Давай. На самом деле я в большом нетерпении. Мне хочется уже все это сложить. Я прям, знаете, даже как-то с ноги на ногу переминаюсь, как хочется все уже сложить в единое. Ну попробуйте, это же лучшее время нашей программы. Я вот так вот прям на котлетку слажу. Я тогда беру булочку, мажу ее. Чем ты ее будешь мазать? И вот можешь отрезать помидорчик. Вот такой вот толщиной. Примерно полтора-два сантиметра. Нет, вот кружком. Кружком? Ага. Хороший кружочек такой, выбери ровный. Сельдерей нам даст какую-то легкость и свежесть. Да, я так понимаю? Давай положим твою помидорку. Моя помидорка. Звучит, да? Твою вкусную помидорку. Так. Огурец. Давай огуречек. Мы кладем лист салата. Огурец его достаточно будет. Я резал огурец. Он говорит, достаточно. Хорошо, положи. Нет. Извини. На. Жареный бекон хрустящий. Это вообще очень. Я тебе хочу сказать. Я просто смотрю на размер нашего бургера. Я тебе скажу. У меня есть проблема. Одна проблема, которую я не знаю, как решить. Знаешь, какая? Как есть. Из моих бургеров обычно, где бы я его не покупал, в любых ресторанах быстрого питания, которое существует. Из любых ресторанов у меня все вываливается. Мы сейчас будем аккуратно. Сейчас. Друзья, будет небольшой лайфхак, как же все-таки есть большие бургеры. Такой бургер без картошки фри, да? Ну, вообще, как бы да. Мне кажется, вообще бургер это такое американское блюдо повседневное. И я ни разу не видел, чтобы покупали просто бургер. Обычно к бургеру еще дают картошку. Это такой у них прям полноценный обед считается. Лучшее время в нашей программе. Лучшее, потому что в нем мы пробуем то, что приготовили. Давай, Сергей, это надо разрезать. Чтобы все вот это нормально, как бы это, мы его вот так вот прижимаем. Слегка. Ой, да ты прям. И вот так вот его аккуратненько разрезаем. Так, как нас двое. Так бы я съел один, конечно. Обычно эту фразу я говорю в начале нашей программы. С чего начнем? Берем и начинаем. Кирилл, берем и начинаем. Вот я бы вот, ну, ну, так вот прям по-домашнему взял бы руками, вот так вот. Вот так бы все вот прям. Настоящий мужской завтрак. Ты посмотри. Сейчас, подожди, я возьму, посмотрю. Это же просто... Шедеврал. Это практически как Рембрандт. Кулинарный Рембрандт. Что-то надо откусить быстрее. Давай, давай быстрее. Ну. Ну. Это проблема маленького рта, я вам хочу сказать. Чтобы такой гамбургер откусить, надо иметь рот как минимум, как у МакКэмерон Диаз. Фактически ничего не вываливает. Друзья, в нашей программе это, пожалуй, первое, наверное, блюдо, которое хочется съесть руками, но не хватает сил. Он просто потрясающий, он великолепно вкусный. В нем есть все, что надо мужчине для настоящего завтрака на 23-е, ну и так далее, февраля. Я никогда в жизни не пробовал настолько вкусного гамбургера. Я старался, Кирюк, специально для тебя, для всех наших зрителей, для мужиков, чтобы у нас следующий год был еще лучше, чем предыдущий. Практически день рождения у нас сегодня, парни. Чтобы мы защищали и любили свои семьи, своих друзей, своих окружающих. Мужчины, с праздником у вас. Хорошего вам дня. Приятного аппетита. И легкого утра. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова